Безбедную старость и жизнь без долгов обещали, но сначала надо было заплатить. Несли аферистам миллионы, в обмен лишь поддельный вексель и удостоверение советского человека. Как задерживали Злату Носову, которая 6 лет собирала гробовые на реанимацию СССР? Прямо сейчас. Вряд ли она ждала вот таких гостей, когда в обмен на миллионы выдавала пенсионерам удостоверение советского человека и ценные бумаги несуществующих компаний. Даму зовут Злата Носова. Она руководит кооперативом с дивным названием Клуб финансовой защиты. До этого руководила другим. Разница только в названии. Кстати, при задержании госпожа Носова пыталась убедить экономических полицейских в существовании страшных заговоров и в том, что люди – это фирмы. У вас даже паспорта ваши, вот эти, ну как эти, аусвайсы, они оформлены как юридические лица, вам не присвоены признаки человека даже. Люди пишутся заглавные прописные, а фирмы пишутся капслоком. У вас как в паспорте написано? Госпожа Носова принимала деньги пайщиков, чтобы якобы возродить банк навсегда исчезнувшей страны и платить всем повышенные пенсии. С 2017-го люди несли деньги в офис на Московском проспекте. Кто-то 100 тысяч, а кто-то миллион. Шесть лет никто ни копеечки вообще не получил. Ни одной копеечки по расчетному счету не прошло. Вообще непонятно, где деньги. Они просто были похищены. Пайщики становились частью придуманной носовой программы, по которой полагались всякие привилегии. Например, не возвращать кредиты. Они якобы присоединяются к программе «Я советский человек». И так как они больше не граждане Российской Федерации, то они имеют право не платить этот кредит. Она составит обоснованное заявление в банк, в суд. Но на приставов никакие удостоверения, конечно, не действовали. Тогда Носова и компания стали предлагать ценные бумаги, ими же выпущенные. Вексель на миллион. Вы приставом отдадите Вексель, они его арестуют, и типа сумма, в которой вы должны, будет списана. Векселя предлагали каких-то там финских несуществующих компаний, вообще непонятные бумаги. На некоторых документах пайщиков Клуба финансовой защиты стояла подпись министра финансов Александра Богданова. Он в розыске. В министра себя назначил сам, кстати. «Богданов является, скорее, организатором, периодически приезжая в Санкт-Петербург, в том числе для встреч с пострадавшими, чтобы создать такой, что он якобы председатель Совета министров. Вот-вот сейчас, скоро уже возродят банк, осталось подождать совсем чуть-чуть. Конкретных сроков никогда не называли». «Какой-то представитель такой, Богданов Александр Васильевич, он должен был лететь то ли в Швейцарию, то ли еще куда-то. Она говорила, что они возрождают Советский Союз, что денежные счета, замороженные, находятся за границей». Алифтина Каратаева – медсестра с 40-летним стажем. В кооператив ее привела подруга. Медик отдала Клубу финансовой защиты более миллиона рублей. «Кредиты ваши можно погасить с помощью векселей. Это уже выдавала Носова Злата Александровна. Вексель продавался в зависимости от той суммы, на сколько у тебя был взят кредит». Цветные бумажки, конечно, в банке не приняли. На приставов вексель тоже не подействовал. Когда пайщики стали требовать вернуть деньги, Злата Носова показывала скромную арендованную квартиру. Говорила, все вложенное направлено в дело возрождения СССР. Параллельно госпожа Носова проводила семинары, выкладывала видео своих лекций в интернете. В их смысл вникать не рекомендуем. «На сегодняшний день изменились скандарты признания человека верным. Если вы признаны мертвым, у вас имеют право изъять орден». Подобными цирковыми номерами Носова пыталась убедить и экономических полицейских. «У нас есть суверенная банковская система?» «Конечно. Нету. Нету. Это ваша иллюзия». Но именно в иллюзорную, по словам Носовой, но столь обычную для всех банковскую систему были вложены несколько миллионов взятых у пайщиков. «Это ваша иллюзия». Куда делись остальные деньги, следователи выясняют. При обыске у дамы нашли коробки с удостоверениями советского человека. Естественно, ненастоящими. И вполне реальный паспорт гражданки Украины. Сейчас Злата Носова за решеткой. Ее патрон Александр Богданов пока на свободе. По версии следствия, филиалы его компаний были не только в Санкт-Петербурге, но и в других городах. В деле сейчас 8 пострадавших. Следователи считают, их будет не менее 50. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон»